Добрый день, дамы и господа! Сегодня мы готовим... Съездил купил мясо чуть больше килограммов, по 350 рублей и мясо по-французски, как оно называется то есть мясо, свининка, вырезка картошка, сыр, лук, больше ничего не надо значит как масло растительное немножко поперчили, немножко посолили снизу вот само мясо не солю ну и мясо отбиваем в принципе отбивать его, вот я его уже отбил здесь на тарелочке вот мясо исключительно бегало по полям нашего славного кстати, вот вот, еще осталось потолок ну вот, соответственно по полям нашего славного пригорода Мерехты вам пустышку или соску? лучше соску и причем подешевле вот и все ну, клиент какой-нибудь расфигачили и укладываем поплотней поплотней вот так вот мы уложили это все значит наше дело и потом сверху сверху у нас пойдет картошечка потом идет лучок потом идет сыр и немножко майонезка но я вам все покажу да, сейчас еще сверху солим, перчим по вкусу кто-то добавляет всякие смеси но лучше ничего не надо перцы, если кто-то не любит перец можно ну, поперчить уже непосредственно перед едой каждый сам так что вот все ингредиенты картоху помельче мясо тоже бы помельче но уж такими блин, вроде порезал-то маленькой да, вот по нему фигачих вот, например ну, наверное, такой здоровый смесь все, положили вот, и эту вкусноту мы будем вкушать сегодня 10 дней со дня рождения Пабло сегодня день города сегодня можно покушать мясо так, продолжение следует подписывайтесь, да, не забывайте ставим там лайки так, положили, просолили сейчас мы ну, уже это не по-французски мясо называется соответственно, мясо называется по-галкински, можно так сказать тут уже модернизации от рецепта ничего не осталось вот уже все сами ну, много-много-много не надо только у нас беременные товарищи ой, не беременные и, соответственно, кормящие мамы, да бинкс бинкс вот у меня подмастерий он работает у нас под моим четким руководством картошечку немножко аккуратнее, аккуратнее выкладываем аккуратнее и примерно закрывать одну треть картошечки надо внахлёст одну треть много не надо вот, молодец вот спис поплотнее шеф-повар, блин, стоит в ресторанном у нас ну, не знаю, скоро едет сколько у тебя звезды? три? ну, скоро до четвертой у меня растет вот она ремонтик тут у нас сделала ну, а чем нормально ремонтик вот еще мы туда закроем эти трубы вот, молодец так что вот бамбуки, бамбуки камни, бамбуки картохи медитируй вот и ты хочешь еще слоёчек мяска положить ну, в принципе, можно да, почему нет пропечется да предварительно сжигаем духовку она у нас до двухсот, наверное, шестидесяти градусов должна разогреться на полную мощность вот ну, а потом укладываем еще слой попробуем мясо только на одну сторону да, сделаем пусть у нас один и так будет на серединочке на серединочке а может краешку лучше так как кушать у нас любят все причем так плотно, кроме меня я один на диете вот картошечку потоньше в принципе, если вот делать экспресс экспресса да быстро нет, не экспресса а экспресса да, да, быстро экспресс картошку экспресс мясо то его как картошку да, в принципе, мясо ну можно использовать вместо мяса ветчину или бекон а картошку отварить чуть-чуть но не до конца и так же уложить также у вас буквально сколько на это время лицо и в сорт нам меньше да меньше но вкус конечно не был таким ярким вот но люди накормить его вкусно дают чем нет ну не так как обычно так что вот все давай место 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 в принципе на помещение учебного года но даже раз не дали шарахов нет нет и как-нибудь дело вот в оба в один ряд вот конечно в один ряд и поплотнее пусть на одном ряду она потолще лежит будем знать что здесь и мы как я от был знаешь как вот так потому что мы перевернули бы эту сложила так потому что мы так в духовку выставлять она там лучше пропекается там лучше пропекается вода и мы сейчас вот этим концом куда его вставим и на там получше пропечется вот было низко немножко было ниезу поплотнее зачем что повар говорит на пол подносу хватило давай все вперед лупи лупи так слушай картошку надо бы посолить или не надо бы посолить бы надо бы надо бы посолить картошечку то только не озорную лучше как правило не досолить чем пересолить ну мы посолили на противень поперчили на мясо нижнее сейчас мы посолим давай ну соли сейчас буквально щепоточку так вот этими прокачаем вот 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 Ну, в общем, и укладываем дальше картошку. Всем понятно, да? Уложили и покрыли в несколько слоев мы картошечку. И смесью каких-нибудь, кому чего, хмели-сунели. Ну, я не люблю хмели-сунели. Тут просто смесью всяких трав. В общем, с дурью всякой посыпать. У кого что есть. И укладываем лучок полукольцами, мелко нарезанный. Тоже равномерно, не надо вот сильно вот его, чтобы он кучами лежал. Равномерненько, равномерно укладывается. Чтобы не торчали рога у него. Он будет как дурак торчать из этих и подгорать. Он должен лежать. Не торопитесь, поправьте все колечки, да? Подмастерье вот. Пока у него не очень получается. Ну, ничего, ничего уже. Кто в глаз не получит? Кто в глаз никто не получит. Получит глаз подмастерье. Вот этих посетителей нашего полуфранцузского ресторана у Максима. Подмастерье глазки, слезы текут. И говорит о чем? О том, что лук деручий. Нафиг ты его так нарезал? А как его надо нарезать? Не тонко. Не тонко. А куда его тонко-то? Вон какие бегемоты. Ну, что бегемоты и бегемоты. Кстати, кто не любит лук, да, режьте мелко и потоньше. А кто лучок, он такую вещь придает. Да хорош, хорош. Не надо больше. Вот лучше раскидать, да. Ну и сейчас заключительный этап. Самый вредный ингредиент этого блюда – это моё низ. Ну, без него никак. Ладно, можно немножко, если очень хочется. Хотя можно какой-нибудь лёгкий там использовать, но мы используем какой-то... Можно было соус какой-то сделать. Да, можно соус было сделать. Потому что сейчас мы его не размажем. Что? Не размажем из-за луку-то. Ну, аккуратненько, если его надо размазать. Всё получится. Лопаточку возьми этот. Как его? Шпатель. 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 Терочку. И в мелкую, потому что в крупную слишком это будет, в мелкую, вот, укладываем рядами. Сырочек. Это тирога, вот, надо убрать. Ну, что страшно. Не будут гореть. Они будут сырные. Никакие они сырные не будут. Ну, они так шарм придают, такой уголёчек торчит. И вот, получается, такая шуба сырная. В принципе, вот, чтобы он не горел, сырок-то, её можно тоже сверху майонезиком немножечко. Нет. Ну да, он так питается. А можно его смешать с майонезом и размазать. Тоже можно. Маржерий, маржерий. Вот. Молодец. Ну, вот на такой уходит. Сколько тут граммов так получилось? Граммчиков, наверное, 100, поменьше даже, да? Угу. Поменьше. Можно вот сотню вытереть. Оно хуже-то не будет, когда вот побольше сыра-то. И всё же готовить и не жопиться. Ну, докрашивай вон тем сыром немножко. Что ж ты крошу, подожди? Вот, вот красота получается. Залучается крысота. Уголочек вот этот. Да, и смотри, чтобы сыр не попадал на этот. Ну, потом подтирать надо будет салфеточкой на противень. А то он просто сгорит. Он будет не очень приятный запах. Вот этот пиздет, попадает. И он надо вот так вот, пальчиком так. Бликс, бликс, убирать. Идичко. Идичко, идичко. Ну, вот и всё. Травки. Нет, травка будет гореть, не надо никакой травы. Да, нафига. Да, нафига, она гореть будет, не надо, не надо. Чё за бред? Всё, ставим. Для нашего мяса духовка разогретая. Убавляем так, чтобы температура в духовке была где-то 200 градусов. И в течение 40 минут ждём. Бинго. Мои господа, прошло каких-то 40 минут. Я тут попробовал. Вернее, не я. Некоторые товарищи. 40 минут. И мы пробуем. Пробуем с мясом. Сказали, что это не моё дело. Чем? Машина, ну, ничего. Просто никто не видит. Я вижу партию на твоей. Ммм. Чуть-чуть пересолёная картошечка. Но мясо великолеп. Чё, на блог с ним знаешь, как ешь? Ммм. Супер. Мясо вообще супер. Ну, так вот. Как-то так. Вот они. Монстры. Монстры еды. Менькие, мячик. Надо было ножичком прорезать, ножичком прорезать. Надо было мяско поменьше сделать. Нет, не мяско поменьше. Мяско поменьше это херня получается. Надо ножичком сначала прорезать, а потом накладывать. Не надо. Вот видите, у меня повар не умеет. Вот сейчас папа покажет класс. Да, конечно. Ты ножом прорезь квадратик? Возьми нож. Возьми нож. Широкий. Сделай квадратик. Вот. Наконец-то. Вот видите, вот. Всё это приходится учить. Вот женщины, они ничем не приспособлены. Вот. Как этот. Как она. Зазу-зазу. Зазу-зазу. Вот. Теперь смотри, как. Видишь, как идеально подделался. Вот видите, там, господа, видите. Вот видите, идеально сейчас подделался просто. Идеально. Вот смотри, я там плохо прорезал немножко. Нет, потому что припеклось. Потому что не припеклось. Потому что ручки, наверное. Вот прям вот. Вот. Вот красота. Вот смотрите. Слишком много мяса. Нормально. Мяса много не бывает. Прорезала здесь как следует, да? Я надеюсь. Я тоже надеюсь. Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Ай-я-я-я-я-я-я-я-й. Чего, доченька, ты кладешь? Убери. Смотри, хороший какой квадратик. Сейчас кому-то прилетит. Что-то вы как-то неравнозначно накладываете. Только ставь его сверху. Вот. И гости все будут довольны. Вот. Молодец, зачет. Можно сверху, почему нет мяса-то. Угу. Ну и последний квадратик. Уже перебор. Куда вы накладываете-то? В смысле перебор? Все. Сколько ты тарелок подала? Сколько у тебя здесь одна грязная стояла? Одна грязная-то папина. Ну и все, я опять достала. Ну и все, и хорошо. Я хочу печать 6 на 6. Ну и ладно. Будет, значит, еще одна порция. Значит, сейчас кто-то придет. Туда оставлю вот эту зону. Вкусненько. Все, пошли. Все. Забирай все вино, которое было. Итак, наше мясо-то французский запершило свою готовку. Ну и напоследок, что пить в жару. Берем любой вермут. Наливаем примерно столько ледяного из морозилки. Берем швепсину. Лучше грейпфрутовой. Можно тоник-тоник не люблю. Наливаем. Вот так вот примерно. И к мясу. Никакого вина, никакого водки, никакого, я не знаю, там, другого алкоголя. Бил, дело, красота. Шампанское тоже. Ой, красота. И тонизирует, и немножко алкоголизирует. Так что вот. Подписывайтесь, лайки, вперед.